Трудно переоценить важность сетей в современном мире. Многие айтишники пренебрегают знаниями о сетях. Говорят, что им это не нужно и они без этого спокойно обходятся. Но когда они сталкиваются с необходимостью знаний о сетях, у них возникает вопрос. Почему существуют две модели OSI и TCP IP? Здравствуйте, я Антон Павленко. В этом сложно разобраться. Я попытался. Давай посмотрим, что у меня получилось. Сначала, как обычно, познакомимся с теорией. OSI – это сетевая модель стека сетевых протоколов. По сути, это стандарт, который придумали умные дядьки для стандартизации передачи информации по сети. Модель стандартизирует то, как различные программные аппаратные компоненты, участвующие в сетевой коммутации, должны разделять задачи и взаимодействовать друг с другом. Умные мужи разделили взаимодействие на 7 уровней, каждый из которых выполняет свои функции. Давайте познакомимся с ними. 7 уровень – прикладной. Это самый верхний уровень, который должно пройти наше сообщение. Здесь обеспечивается взаимодействие сети и пользователя. Тут обитают такие страшные звери, как http, ftp, pop3, smtp, ftp и т.д. Спускаемся на 6 уровень – представление. Здесь у нас фабрика по преобразованию, сжатию и шифрованию данных. В таком состоянии, с добавлением служебной информации, они перемещаются вниз. Также фабрика умеет проводить и обратные операции. Все зависит от того, вверх или вниз движется наше сообщение. На 5 уровне нас встречает сеансовый протокол. Здесь сидят начальники, охранники, поддержка и вахтеры. Они управляют созданием и завершением сеанса, обменом информации, синхронизацией задач, определением прав на передачу данных и поддержкой сеанса, период неактивности приложения. Спускаемся на 4 – транспортный уровень, предназначен для доставки данных. По сути, тут определяется, в какую дырку пихать наши данные. У нас есть выбор, запихнуть в TCP или UDP. Есть еще способы, но они малоизвестны. Причем пухлые данные будут разделены или сшиты. Это зависит от того, вверх или вниз они движутся. А ты знаешь, чем отличается TCP от UDP? Плесни своими знаниями в комментарии. Дальше у нас третий уровень. Предназначается для определения пути передачи данных. Здесь сидят маршрутизаторы, которые определяют, по какому пути идти вашему приложению, к какому API-адресу. И молитесь и читайте мантры, чтобы вашему сообщению не попался маршрутизатор Иван. А то он запутает ваше сообщение и оно потеряется до простора необъятной сети. Предпоследний уровень. Второй. Канальный. Предназначается для передачи данных узлам, находящихся в том же сегменте локальной сети. Как выйти из своего сегмента решают перцы на уровне выше. И адрес тут уже не IP, а MAC. И наконец последний уровень физический. Тут живут добрые гномы, которые гоняют единицы и нули по проводам и радиоволнам. Думаю представление о каждом уровне данной модели вы получили. Подробности можете почитать в википедии. Дальше познакомимся с моделью TCPIP, которая описывает способ передачи информации от источника получателю. У нее тоже есть уровни 4 или 5. Почему разные цифры? У TCPIP нет физического уровня, но в некоторых литературах его приплетают. Но мы будем читать 4, как в стандарте. Если сопоставить TCPIP с моделью OSI, получится вот такая вот картинка. На стеке протокола TCPIP построено все взаимодействие пользовательских сетей. Стек является независимой от физической среды передачи данных, благодаря чему, в частности, обеспечивается полное прозрачное взаимодействие между проводными и беспроводными сетями. По сути, у нас есть прикладной уровень, в который запихиваются все данные. Тут работают большинство сетевых протоколов. HTTP, FTP, SMTP, POP3 и так далее. Они работают поверх транспортного. Для взаимодействия с ними у каждого имеется свой порт. Дальше транспортный уровень, как это не парадоксально звучит, отвечает за транспортировку, определяет для кого именно приложение доставляет данные. Межсетевой уровень. Здесь работают гиды, сусанины и прочие маршрутизаторы. И напоследок, канальный уровень. Здесь пакеты подготавливаются и отправляются в трубу. По рисунку, может показаться, что сидели такие недоразвитые инженеры и думали, как бы сократить эту портянку из уровней, чтобы легко запомнить, на самом деле нет. Чтобы разобраться, давайте обратимся к истории. История TCPIP тесно связана с историей интернета. Стэк протоколов TCPIP был создан на основе NCP Network Control Protocol. Группой разработчиков под руководством серфа в 1972 году. В июне 1976 года Windsurf и Bob Khan впервые продемонстрировали передачу данных с использованием TCP по трем различным сетям. Пакет прошел по следующим маршрутам Сан-Франциско-Лондон-Университет Южной Калифорнии. В конце своего путешествия пакет проделал 150 тысяч километров, не потеряв ни одного байта. В 1978 году серф Джон Пастел и Дэнни Кохен решили выделить в TCP две отдельные функции TCP и IP. TCP отвечал за разбивку сообщения на датаграммы и соединение их в конечном пункте отправки. IP отвечал за передачу отдельных датаграмм. А где же OSI в нашей истории? В 1982 году международная организация по стандартизации ISO при поддержке ITU-T был начат новый проект в области сетевых технологий, который был назван Open System Intercommunication OSI. По идее он должен был заменить TCP и IP, но как пишет Эви Неммит, автор моей любимой книги «Юникс и линукс руководства системных администраторов», пока комитеты ISO спорили о своих стандартах, за их спиной менялась вся концепция организации сети. По всему миру внедрялся протокол TCP и IP. По сути, пока умные дядьки думали, как бы стандартизировать сеть, нужно было развивать интернет. Инженеры развивали ее на знакомой технологии. Вот еще слова Эви Неммит. И вот, когда протокол был наконец реализован, выяснилось целый ряд проблем. Эти протоколы основывались на концепциях, не имеющих в современных сетях никакого смысла. Их спецификации в некоторых случаях были неполные. По своим функциональным возможностям они уступали другим протоколам. Наличие многочисленных уровней сделало эти протоколы медленными и трудными в реализации. И вот еще критика. Популярность интернета во многом обусловлена элегантностью и гибкостью TCP и IP, а также тем, что это открытое и некоммерческое семейство протоколов. В свою очередь, широкое распространение TCP и IP именно в интернете позволило этому семейству одержать верх над некоторыми конкурирующими семействами, популярными в свое время по политическим или коммерческим причинам. Вам ничего не напоминает это противостояние. Вы можете сказать, что я фанат Эвен Эммит и это предвзято. Но вот вам еще мнение одного мэтра компьютерных наук Эндрю Танденбаума. В своей книге «Компьютерные сети» он пишет, «Несмотря на то, что модель OSI является общепризнанным стандартом, она очень несовершенна. В промышленных сетях используются только два или три уровня этой модели и даже сеть Ethernet не используют уровень 5, и 6. Почему так?» Он поясняет. 1. Несовременность. Модель OSI появилась слишком поздно, когда начали появляться и быстро завоевали популярность протоколы TCP и IP. 2. Плохая технология. Выбор семиуровневой структуры был скорее политический, чем технический. Эталонная модель OSI оказалась невероятно сложно. Если сложить в стопку распечатку официального описания ее стандарта, то получится кипокник высотой в 1 метр. 3. Неудачная реализация. В результате сложности моделей и протоколов неудачу потерпели все фирмы, которые пытались реализовать эту модель. 4. Неудачная политика. OSI считается детищем европейских телекоммуникационных министерств и правительства США. И хотя это было не совсем верно, мысль об этом не способствовала продвижению этой модели на фоне растущего интереса к модели TCP и IP, которая ассоциировалась с популярной в то время операционной системой Unix. В отличие от AVI, Эндрю находит и плюсы этой модели. Несмотря на все недостатки, модель OSI, кроме сеансового уровня и уровня представления, показала себя исключительно полезной для теоретических дискуссий о компьютерных сетях. Протоколы OSI не получили широкое распространение, для TCP и IP все обратно. Модель практически не существует, тогда как протоколы чрезмерно популярны. Так что с большой долей вероятности модель OSI подогнали под модель TCP и IP, так как TCP и IP развивалась вместе с интернетом. А как все знают, интернет у нас двигатель прогресса. Подведем итог, OSI это стандарт разработанной международной организации по стандартизации. Можно конечно предположить, что они не разобрались с моделью TCP и решили создать свою, с Blackjack и куртизанками. Но история об этом умалчивая. Модель TCP и IP развивалась вместе с интернетом и очень себя хорошо показала на практическом уровне. И даже коммерческая реклама со стороны OSI не смогла его затмить. Как тебе такой поворот событий? Давай обсудим это в комментарии. Подписывайтесь на YouTube и Telegram канал и другие социальные сети. Если есть возможность, помогайте каналу финансово. Все ссылки будут в описании. Увидимся!